Владимир Романович, поздравляю вас с победой и с выходом в полуфинал. Что сегодня произошло в игре, ваш анализ, что хватило, что получилось, что нет? Ну, в общем-то, я думаю, что сам, само внимание, будем говорить, напряжение матча ожидали. Никогда здесь легко не играли. Вот, и, в общем-то, это все было ожидаемо. Физических сил, наверное, то количество ошибок, которые наделали, я думаю, много на базе физики. Легло. Ну, и плюс, они играют дома. Совершенно другая команда домашняя, чем на выезде. Нестабильная игра Максима Михайлова, в чем это объясняется? Человек. Человек, я понимаю, что публика и все, и я в том числе, и он сам. Хотим, чтобы он каждый и каждый матч. Человек что-то получил, стоит. Там приличный блок стоял сегодня. Наверное, один из лучших по России сегодня. Не просто ему было. Сегодня действительно играла вся команда, а не только одна шестерка. Получается, что ребята все это заслужили, всю эту победу и вырвали. Да, четвертый сет показал, что сегодня списывает «Зенит». Человек говорит, что они там такие устали, там, и это. Еще рано поживем будет. Спасибо. Максим Михайлов, поздравляем вас с победой. Победа была очень трудная. Что же помогло нам вырвать победу в этом газовом дерби? Ну, я считаю, в первую очередь, за счет характера, за счет команды, которая сегодня была действительно хорошей. То есть, люди выходили на замену и действительно помогали. И за счет этого, я думаю, был достигнут результат такой. Как вы лично оцените свою игру? Многое получилось, а многое нет? Ну, конечно, да, много не получилось. Ошибки, они есть. Но сегодня их было, наверное, чуть больше, чем обычно. Поэтому самое главное, конечно, для меня результат. Но ошибки, в первую очередь, хороши для того, чтобы работать над ними. Максим, вы накануне большого тяжелого периода. У вас две игры в финале Лиги Чемпионов и через короткий промежуток полуфинал с Новосибирском. Как вы оцениваете свои шансы и дальнейшую подготовку к этим важнейшим матчам? Шансы, я думаю, все команд равны. Сейчас на этой стадии нет слабых команд. Кто покажет свою лучшую игру, я считаю, тот и победит. Спасибо.